Добрый вечер, дорогие одесситы, добрый вечер, дорогие земляки. У нас в истории нашего государства сейчас наблюдается сразу несколько пиковых моментов. Они связаны, конечно, и с Новым годом, и с военными событиями, и с аннексией Крыма, и с боевыми действиями на Донбассе. Все это так. Но позавчера в Киеве произошло событие, которое может быть и не покажется очень значимым, хотя, с моей точки зрения, оно ключевое. Создан комитет при правительстве, при руководстве страны, который будет заниматься, собственно, реформами, о которых мы так много говорили и которых так долго ждали. То есть мне кажется, что здесь есть достаточно много оснований для скепсиса, потому что реформы 23 года не проводились. Создан комитет, который носит, как организационная структура, носит имя полностью отсутствующей в стране функции. Я-то полагал, что если в комитет входит президент страны и премьер-министр страны, то это, вообще говоря, лишнее. Это люди, которые все основное свое время должны заниматься реформами. Они прошли в правительство, в руководство страны под лозунгом «Мы будем делать реформы». Теперь создали комитет по реформам, который они же и заседают. Достаточно странная конфигурация, но зная нашу страну с ее удивительными иногда организационными кадровыми решениями, я вполне могу предположить, что это не просто еще одна структура. Это определенный ход в борьбе за финансовые потоки, за должности, за привилегии в нашей стране. То есть бытуют и процветают прежние ценности, которые мы унаследовали еще от Советского Союза. Созданием новых структур, под даже самыми престижными названиями, эта проблема не решается. С другой стороны, страна, в которой реформы не проводятся, она становится предметом постоянной агрессии, не только военной. Производятся инъекции, то есть уезжают талантливые люди, уезжают капиталы, не размещаются бизнеса, закрываются бизнеса, проводится санация предприятий. То есть очень много негативных моментов, и на этом фоне очень хотелось бы видеть, а кто у нас работает на перспективу страны, кто создает рабочие места, кто является источником какого-то социального оптимизма, кто может помочь стране выйти из этого трудного положения, в котором они находятся. Вот основанием для такого оптимизма могут быть люди, которые продолжают, несмотря на что, делать свое дело, возделывать, как говорится, свой огород. Я вот нашел одного из таких людей, сегодня он у нас в студии, я хочу вас с ним познакомить. Это Борис Каневский, он предприниматель, занимается выставочным бизнесом и охотно размещает свои капиталы в Одессе, хотя у него есть целый ряд точек, где он занимается выставками, организацией выставок от нуля по всему миру, и в западных странах, и в Европе, и в соседних странах, и вот и в Украине тоже. Значит, я бы хотел спросить тогда у вас, Борис, какие основания для оптимизма испытываете вы, коль скоро вы занимаетесь бизнесом и развиваете его в Одессе? Ну, основания, во-первых, то, что я родился в Одессе, и несмотря на то, что как бы проживаю я на постоянном местожительстве в Германии, все равно это моя родина, когда встречаются двое русских в Германии, и один говорит, Германия — это твоя вторая родина, кроме смеха ничего не возникает. Потому что где бы мы ни жили, как бы мы хорошо ни жили, сейчас, конечно, нет такого чувства, как было в советские годы, что ты невозвращенец, сейчас можно сесть на автобус или на самолет за несколько часов, на автобусе за несколько суток доехать. Борис, но ведь риски вложения денег и организации бизнеса в Германии все-таки ниже, чем в Украине. А что с нормой прибыли? Что вас вообще, говоря, поддерживает это? Многие люди сейчас снимают свои деньги и переводят на Запад. Вы наоборот вроде как размещаете здесь какие-то средства и активы. Стало быть, вы видите перспективу в украинском бизнесе? Для меня лично самая важная... Кроме патриотизма и ностальгии по родине, есть же еще и экономические соображения. Я извиняюсь, что приведу, может быть, очень сейчас непопулярную фигуру высказывания Сталина, что кадры решают все. Но это очень мудрая фраза. Не все, что делают хорошие политики и плохие. Все равно есть плюсы и минусы, и хорошие фразы, и плохие говорят. И лучше все-таки все подчеркивать. Знаете, как в Библии есть такая фраза «Проверяй все, хорошего держись». И вот я хочу сказать, что я обобщу, может быть, это не так модно, русский человек. Я просто себя считал всегда русским человеком, независимо от национальности. Так вот, русский человек все-таки смышленый. И на Западе я увидел много людей, не только себя, у меня тоже есть примеры, когда русские люди в Европе себя показывают в хорошем смысле слова. Они показывают себя перспективными, предприимчивыми. Потому что европейская, знаете, такая сытая жизнь, она действительно многих людей превращает в овощи. Что им не нужно развиваться. У них, я закончил курсы, значит, я политех закончил по факультет машиностроения и робототехники. А в Германии закончил курсы программист-роботов. И, в общем-то, увидел, почему Европа так позволяет себе иметь 10 миллионов в Германии, 10 миллионов безработных. Потому что очень сильная роботизация, да, и на заводе Кока-Колы ходит там пару человек так чисто. Нас вызывали туда только для того, чтобы там бутылка меньше стала или выше, да. То есть это настолько автоматизированно. То есть наладчики и программисты ходили, да. Это то, что когда-то нам говорили коммунизм, ускорение и так далее. Просто там это осуществилось и в какой-то степени там социализма на сегодняшний день больше. Здесь больше капитализма. И здесь многие люди, как мне кажется, они вынуждены стремиться даже к чему-то. Поставлены в такие условия, что начинает думать голова. А если голова думает, то в принципе жизнь все равно рано или поздно будет улучшаться. Хотя какие бы факторы не влияли бы, да, как война, я надеюсь, это вещь временная. И политические интриги, они присутствуют везде, да. Скажите, Борис, вот только что был здесь наш бывший губернатор Сергей Рафаилович Гриневецкий в этой студии. Он сказал, что он лично совершеннейший противник реформ в стране, где идет война. Нужно сначала замириться, сначала прекратить войну, а мы знаем, что это в этой ситуации практически невозможно в настоящий момент. А потом делать реформы. Вы вот с этим согласны или вам это не нравится? Вы против такой оппозиции? Ну, скажем так, все-таки я, знаете, вот в украинском государстве сейчас стараются эту войну не называть войной. Нет, ну я-то называю ее войной. Большинство, я убежден в том, что приходится делать реформы именно в связи с войной и в ходе войны. Она, она по факту, конечно, война. Но все-таки она не такая война масштабная. Естественно, даже если один человек умирает, это, это, это очень плохо. Ну, речь идет о том, что она постоянно вытягивает какие-то ресурсы и человеческие, и финансовые, и, там, горючие, там, и так далее. То есть, и главное, что морально-политические какие-то ресурсы, постоянно нация занимается, как бы, самоутверждением, там, доказательством чего-то, интенсивной международной какой-то политикой. Все это требует определенной отдачи, то есть, постоянно кровоточит это рано. И в этих условиях стоило делать реформы или все-таки не стоило? Я считаю, что реформы — это вещь, которая должна присутствовать всегда. И независимо от того, что происходит, ну, скажем так, да, если была когда-то эпидемия чумы и так далее, и тому подобное, неужели не надо было ходить на работу, не нужно было улучшать условия жизни, труда, в том числе и, в первую очередь, конечно, медицинские условия, да, где, может быть, иногда уже нельзя было человека вылечить, да, человеческое не может останавливаться. Если ты останавливаешься, ты откатываешься назад. Уважаемые телезрители, наш телефон в студии 737-7310. Вы можете позвонить в любой момент и задать вопрос успешному предпринимателю, нашему земляку, ныне живущему в Германии, который продолжает заниматься бизнесом и в Одессе тоже. Это Борис Каневский, он сейчас у нас в студии, вы можете у него спросить то, что вас бы интересовало. Значит, вы рассказывали о том, что для вас Одесса — это не просто родина, вы здесь еще и благотворительностью занимаетесь, я правильно понимаю? Стараюсь по возможности. Как это выглядит или это как бы не стоит об этом говорить? Я не считаю, что это нужно об этом говорить, потому что, ну опять же, в той же Библии, да, классические фразы, когда правая рука не должна знать, что делает левая, да, поэтому это каждый человек делает где-то для себя, где-то для Бога и, опять же... Но то, что вы помогаете бойцам, которые сейчас вот находятся на АТО, это не секрет, это правда? Ну это не секрет, во-первых, это как бы вы все видите машины грузовые, которые возле, напротив, там, в Таврии я часто закупаюсь, да, и наполняется это все в течение, мне кажется, где-то двух часов, да, наполняется грузовая машина продуктами. Я, кстати, люблю такие вещи рассказывать россиянам. Они немножко по-другому себя ведут, когда в Европе, да, и для меня солдаты, те, кто в АТО и так далее, для меня это прежде всего люди, которые, скажем так, нельзя всегда сказать, что они добровольно туда попали, да, и они нуждаются в поддержке и в материальной, и в добром слове, и в каких-то продуктах, и вода, и... Очень, как сказать, я не сторонник сигарет, но очень часто они пишут в своих бумагах о том, что сигареты очень... А наколенники, бронежилеты, каски, такого рода вещами вы не занимались? Ну, нет. Хотя с Европой, ну, были как-то, как-то спрашивали, ну, честно говоря, даже как-то и... Я не знаю, где их в Европе взять, потому что, ну, как-то мне не попадалось вообще. То есть вы помогаете продуктами, медикаментами и так далее, да? Я помогаю людям нуждающимся, да, солдаты — это очень много, ну, как бы, людей из бедных семей, да, и не все средства, которые государством выделяются, они все доходят. Я тоже это прекрасно понимаю. Я понимаю, что Украина — это коррумпированная страна, и когда это закончится... Сколько рабочих мест вы подняли и обеспечили работу, и сколько людей у вас работает в Одессе, в ваших бизнесах? Ну, несколько десятков, но суть даже не в количестве людей, да, суть в том, что я стараюсь людей прежде всего обучить, потому что попавший в Европу я в возрасте 25 лет, да, и в 25 лет у меня была строительная фирма, называлась она «Прогресс», и была довольно успешная фирма. Мы работали, строили рынок «Южный», много, так сказать, там киностудио, кстати, делали благоустройство, да, то есть, ну, много... И когда я уехал в Европу по... Ну, может, моя семья туда ехала, я не по материальным соображениям как раз ехал, я считаю, что даже в какой-то момент потерял то, что уехал. И когда мы приехали в Европу, я не столько стремился там работать, сколько учиться, пользуясь случаем. И на сегодняшний день я пытаюсь тех людей, которых я, как бы, встречаю здесь, прежде всего обучить и рассказать, как в Европе работают. Я не могу сказать, что... Я не вижу, что немцы это такие, знаете, пахари. Мне кажется, очень много украинцев гораздо более трудолюбивы. Но почему-то в Европе живут лучше. И я считаю, что образование — это одно из тех вещей... Видимо, еще и потому, что воруют меньше. Ну, и это тоже. Это, знаете, как в том анекдоте, когда в Америку пригласили нашего тогдашнего Брежнева, и говорят, видите, вот... Он говорит, такой прием, у вас же капитализм, каждая копейка на счету. Он говорит... Его подводят к реке и говорят, видите мост? Он говорит, да, вижу. Вот нам выделили 2 миллиарда. Мы наняли на работу турецких архитекторов, испанских рабочих. Мы сэкономили 1 миллиард, на эти деньги мы гуляем. И когда был прием в Москве, он тоже говорит, такой прием, и красная икра, и все это ужас, золото, все в другом. Говорит, откуда такие деньги? Ваш социализм, бедная страна. Он подвели его к окну, американского президента показывают сторону речки, и говорит, видите мост? Долго-долго смотрел, говорит, нет, не вижу. Вот на эти деньги мы и гуляем. То есть в Европе, я думаю, что тоже есть и коррупция и так далее. Не может быть, она точно есть. Ну вот в связи с коррупцией я хотел как раз вас спросить. У нас в Одессе, в городе с серьезными социальными проблемами, с огромным количеством нетрудоустроенных, работоспособных людей, я уже не говорю о нетрудоспособных, с достаточно серьезными характеристиками такого социального бедствия, свыше 30 тысяч беженцев, ну они сейчас называются переселенцами, но это вот так, значит, которым мы оказываем помощь у себя здесь в Одессе. То есть это город с очень серьезным клубком проблем социальных. Одновременно находится, нечем кормить, нечем лечить, нечем и некому учить. Страшнейшие вещи происходят. Находятся люди, которые в нашем городе вкладывают деньги в высотное строительство. Причем смешное дело, строят высотные здания над лонжероном, и под этими же зданиями начинают подрывать как бы земляной вал, чтобы эти здания упали вместе с 20 этажами населяющих их людей. То есть вот в этих вот условиях люди вкладывают строительство, больше того, оно незаконное и так далее. У вас отношение к вот этому бизнесу какое-то есть, вы этих людей знаете, вы как-то к ним относитесь. Вам это нравится или не очень? Как Одесситу? Ну, скажем так, ну, не может это нравиться. Моя деятельность, в принципе, она связана с тем, что те предприятия уже действующие, там, Стальканат, Айсберг, Мрия Якиш и так далее, предприятия, которые уже действующие, которые хотят свою продукцию, которые уже что-то производят и хотят производить это, продавать это на европейский рынок или еще какие-то рынки, которые можно встретить на международных выставках. В Европе выставки по-настоящему международные, потому что если, ну, скажем так, в Одессе выставок, я бы осмелюсь так сказать, их нет, потому что просто нету выставочного центра. В Киеве, если приехали пару поляков и турки, считают, что это уже международная выставка. Во всяком случае, так, преподают. Очень долго кричали, что в Москве такой строится Крокус-экспо, такой большой павильон. Я его оббежал за полчаса. А выставка в Святошино, которые проводятся, огромные выставки, выставочный центр Святошино в Киеве, это входит в круг ваших интересов? Я извиняюсь, да, но называется это все, даже в России, все равно это понты. Другим словом, как бы, ну, трудно подобрать. В Европе, попадаешь на выставочный центр, ты его ходишь, ходишь днями, и люди говорят, что неделя, это минимум нужно для того, чтобы войти в павильон, потому что... Скажите, пожалуйста, коль скоро так обстоит дело, это чего в Одессе ищите? У нас нет выставочных центров, у нас нет слишком богатых организаций, их очень мало. Нам вообще говоря, есть что выставлять, но некому это выставленное покупать. Платежеспособность населения низка. Что в Одессе вы ищите? Я знаю, что вы подбираете в Одессе менеджеров, и у вас огромный дефицит в квалифицированных менеджерах. Что менеджерировать они должны? Дело в том, что люди, которые здесь проживают, они очень к обучению расположены, по многим причинам. Вы этих менеджеров вывозите в другие города и страны, что ли? На сегодняшний день, я говорю, мы, конечно, здесь и бюро, и одно, и второе открываем. Одно работает тоже на промсвязи. Открываем еще бюро для того, чтобы размещать, скажем так, чтобы было удобно людям с разных районов. То есть вы здесь набираете рабочую силу? Да, но вообще людям я говорю всегда так, что бюро, это заключается в айфоне. И интернет, и телефон. Человек, неважно, где сейчас находится, главное, чтобы он был онлайн, чтобы он был досягаемый, и чтобы можно было всегда перезвонить при каких-то вопросах. На сегодняшний день это все, что требуется от менеджера. И знание дела, конечно. Но это то, что мы предоставляем. Причем я обучаю людей с нуля. Если человек приходит, говорит, я ничего не знаю, я говорю, это не страшно. Главное, чтобы ты хотел. Было желание. И я вам скажу, что в Украине у людей желание, оно как бы, оно есть, его не может не быть. То есть, Борис, я правильно понимаю, что если после окончания нашего интервью к нам на телевидении сюда будут звонить люди, которые хотели бы работать менеджерами, мы можем брать их координаты и передавать вам, да? Конечно, конечно. То есть, вы ищете таких людей, и у этой программы телевизионной могут быть такие последствия, как трудоустройство каких-то наших одесситов. Естественно. Причем я хочу сказать, что обучение менеджера, может те знания, которые у нас получат, не обязательно, чтобы этот человек оставался у нас работать, он может получить, с этими знаниями он может обратиться в другие компании, найти работу. Тогда возникает еще один вопрос, извините. Тогда получается, что он у вас обучается, и у вас не работает. То есть, вы что, берете с него деньги за обучение? Нет, нет, ни в коем случае. То есть, вы обучаете бесплатно людей, которых потом к себе не берете на работу? Поскольку у меня, как говорится, вот сколько у меня времени есть, да, то, что между выставками, да, я инвестирую это время в обучение. И, естественно, мы предоставляем какие-то условия труда, и так далее, они как бы неплохие, люди задерживаются, да. Но я просто говорю о том, что мы не говорим о том, что человек должен обязательно у нас работать, да. Если он обучился, и он хочет в какой-то другой сфере работать, не выставочной, где-то в другом месте хочет работать, да, то те знания в любом случае ему пригодятся. Вот это... Это очень приятно слышать. Я бы хотел еще сказать, что в отличие от многих хозяев бизнеса, которых я знаю лично, и которые бывают у нас здесь на телеканале, вы человек открытый и тратящий огромное количество времени на контакты, на производство новых связей, новых, как бы, знакомств и так далее. Это у вас, как бы, личностная психологическая характеристика, или вы считаете это профессионально важной стороной вашей деятельности? Вы ищете людей, и это ваша профессия? Ну, честно говоря, это не профессия, это, скажем так, вот то время, которое я нахожусь в Украине, я стараюсь его как-то с пользой провести. И есть такая поговорка, когда человек дает нищему, тот просит кушать, и он ему дает рыбу, да. Так вот... Он должен дать удочку. Дать удочку, да. То есть я лучше дам удочку, да, рыбу я могу дать, как бы, да. Это тоже кратковременная какая-то помощь. И такая стратегия у вас оказалась выигрышной. Вы быстро и достаточно интересно стоите в финансовом отношении. Вы успешный бизнесмен. У вас несколько предприятий в разных странах, то есть вы вроде бы как работаете с выставочными комплексами в разных странах, собираете достаточно хороший подъем, как бы, денежек за это, и при этом вы тратите много времени на поиски людей, на их обучение и прочее. Мне кажется, что это завидно. Участие достаточно интересная судьба. То есть, например, многим предпринимателям, которые, добившись успеха, замыкаются в себе, становятся труднодоступными, вообще как-то берут реванш у системы, у страны за те унижения, которые им пришлось перетерпеть по дороге к своему богатству, к своему статусу. Вот очень многие бизнесмены, люди достаточно осторожные, даже пугливые, закрытые. А у вас совершенно другая картинка. Вы человек активный, энергичный, вроде бы как открытый. Это вы считаете нормально? Так должно быть? Или вы в некотором смысле белая ворона? Уже извините, что я вас так об этом спрашиваю. Ну, я никогда особо об этом не задумывался. Делаю. Живу, как живу, как бы, да, так живется. И я не могу сказать, что я какие-то испытывал большие сложности в своей жизни. Я, вы знаете, у многих бизнесменов спрашиваю, когда они искренне, в те минуты, когда они искренне говорят, да я четыре раза в своей жизни банкротился. Я диверсифицировал свой бизнес, мне те бизнеса пришлось продать, чтобы этот спасти. То есть все наши отечественные бизнесмены прошли через какие-то очень серьезные испытания, когда вся их жизнь, бизнесовая и финансовая, стояла, как бы, висела на волоске, стояла перед пропастью. И они, как бы, и падали, поднимались, банкротились, реабилитировались. Вы, как я понимаю, ничего этого не прожили? Вас как-то обошло это стороной? Нет, неправда. Я просто не знаю, поэтому спрашиваю. Дело в том, что, как бы, где-то прочитал такую фразу, да, что успех — это промежуток между неудачами. И, в принципе, как бы, я, когда есть какие-то неудачи, ну, не сочтите меня за сумасшедшего, да, какую-то радость даже вызывает, потому что есть проблема, которую нужно решить. И я всегда верю в том, что я любую проблему могу победить. Вот. Может быть, как сказать, не своими силами, да, с Божьей помощью, да, но я считаю, что проблемы, они приходят и уходят, да, жить дальше надо. Опять же, та же война, дай Бог, да, приходит и уходит, и все равно жить дальше надо. Я так понял из разговора с вами, что и ваши дети как-то связывают свое будущее все-таки с Украиной. Ну, скажем так, я считаю, что мои дети закончили начальную школу в Германии, несколько классов обычной школы, гимназии. И в какой-то момент мы... У меня дети сами, честно говоря, это может быть смешно, да, но мы им с женой предоставляем эту свободу выбирать. Значит, мы были летом, были в школе... Значит, ну, у нас есть как бы младший сын, да, ему 10 лет, и сейчас, а было 7, да. И, ну, знаете, как, ну, отпуск, да, мы ходим на море, вот, и мы подумали, что младшему сыну на море, ну, то есть после... То есть там вечером выйти как-то, да, но целый день жариться на солнце не нужно. И мы решили его отдать в садик, в одесский садик. И я вам хочу сказать, что очень хороший опыт, очень хорошее воспитание, очень хорошее дошкольное образование в одесских садиках. Такого в Европе нет. В садиках, там ходят в садик, чтобы поиграться, и очень-очень мало знаний. Развивающихся кого-либо. Да, а в Украине... Я знаю, что ваши дети еще и танцуют в этом самом фтодесе, в фтодесе, в знаменитом, да? Да, да, да. Две мои дочки... Причем не в Москве, как ее фамилия, духовная, да? Да, Алла Духовая. Алла Духовая. А здесь, в Одессе, в филиале вот этого тодеса, у вас танцуют ваши детки. Да, да. Был недавно концерт в мускомедии. Как всегда, полный зал, да, то есть имеет большой успех. В Европе я таких танцевальных школ не встречал, да? Были мы во многих, не встречал. И мои дети очень, как бы, довольны, да? Вы знаете, это очень приятно, конечно, встретить человека, который не просто успешный бизнесмен, который продолжает оставаться патриотом Украины и Одессы и вкладывает еще и свои средства в наш город, именно потому что связывает будущее свое и своих детей с Одессой, с Украиной. Не обязательно. Мои дети сами должны будут решать, где им жить. Во всяком случае, они сейчас встречаются здесь, да? Выше образование. Я хотел бы, чтобы у них было, как говорится, две корочки. Понятно. И украинская пусть будет, и европейская, а дальше пусть уже сами выбирают. У меня к вам просьба. Если у вас наступят какие-либо изменения, дай бог в лучшую сторону, впереди очень сложный год. Вы основание для социального оптимизма немножечко нашим зрителям подбрасываете, иногда появляетесь у нас в поле зрения, выходите на контакт. Мне было бы очень важно, чтобы наши горожане, наши телезрители в частности, видели позитивные примеры, потому что человек, относительно молодой человек, можно о вас так сказать, который не просто создал бизнес и как бы выжил в экономических условиях немецких, перебросил значительную часть своих активов сюда, продолжает работать, продолжает любить эту страну, и вообще говоря, живет, хотя и в тех странах тоже, но вообще говоря, не покидает Одессу и Украину и испытывает определенные, какие-то переживает перспективы, связанные именно с этим городом, с этой страной. У нас в гостях был Борис Каневский, предприниматель и бизнесмен, человек, который, несмотря на сложности нашего времени, продолжает испытывать некий социальный оптимизм, связанный с нашей страной, с нашим городом. Спасибо вам за то, что к нам пришли. Вам всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин